Звезда. Это фирменный мой элемент на перекрышах топочных проемов. Вычисляем размеры, делим примерно поровну на количество элементов. Шаблоны делаю на каждом объекте свои, потому что задачи разные, размеры разные. Она исполняет функции утяжного вентилятора. Удаляет воздух от пола, а замещается он нагретым теплым воздухом вот с этого колорифера, который под потолком выходит и заполняет парилку. Воздух опускается вдоль стен, заходит под печку и удаляется в небо. То есть круговой воздухообмен. Воздух всегда будет в парилке чистый, когда топится печка. А, вот, здравствуйте. У нас тут гости. Компания Печной Мир. Я вас рад приветствовать. Всех рад приветствовать. Максим Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы попали ко мне на объект. Это наш ученик, да, Ренат. Здравствуйте, Ренат. Сегодня вы познакомитесь с очень интересной, увлекательной работой печника, где работать не надо, надо просто думать. Ходить, думать, сидеть, смотреть, носу ковыряться. Ну, чтобы мысль пришла. Значит, ну что, продолжим, да, начатое. Мы уже тут однажды были, да? Уже были один раз? Уже продолжение сейчас будет. Это продолжение, это продолжение, да. То есть, вот, с тех пор, с тех пор, как были на прошлой неделе, появился новый элемент, новый элемент в печке, да, это банная печка. Значит, появился новый элемент звезда. А, это фирменный мой элемент на перекрышах топочных проемов. Вот такие звезды я делаю, чтобы перекрыть красиво. Обязательно крайние кирпичи, крайние кирпичи у перемычки, обязательно опираю на постель предыдущего ряда. То есть, чтобы пяточный кирпич, пяточный, и пятка, и подпяточный кирпичи, чтобы лежали на жесткой постели, чтобы не висели. В этом случае, ну, расклинка получается очень-очень хорошая, очень крепкая. Значит, угол, вот этот угол, обязательно разваливаю в 45 градусов. Почему? Объясняю. Потому что вот этот ряд заходит сквозной вот сюда дальше, да? Вот сюда. То есть, он подвержен сдвижению, да? Если он начнет толкать вот этот кирпич, а этот начнет этот толкать, да? То есть, угол вот здесь может треснуть. Значит, чтобы этого избежать, нужно вертикальную нагрузку, которая давит, вот следующий массив будет вот сюда давить, да? Перенести как можно ближе к вертикальной же плоскости, чтобы ее перенести. А нагрузка у нас передается перпендикулярно плоскостям сопряжения. То есть, от этого кирпича вот сюда, от этого вот сюда, от этого сюда, от этого сюда, а от этого вот сюда. То есть, и вот этот пяточный кирпич, получается, опираясь на пятку, да, на два ряда, на два ряда, они перевязаны у нас, да? То есть, он не на один ряд будет давить, двигать, а на два. То есть, один ряд у нас свободно может туда двигаться, а второй ряд упирается в этот кирпич. Но нагрузка будет распределена ровно на два кирпича, вот на этих, да, то есть, поэтому угол, угол никогда не раздавит, не раздавит. И давление, давление, вот вертикальное давление на перемычку, да, будет передаваться перпендикулярно плоскости, то есть вот сюда, в третий ряд, в третий ряд под ним. Поэтому конструкция вот такая получается абсолютно надежная. Пятка, коль скоро лежит под пяточный кирпич на постели, то есть у него вот это вертикальное давление уже компенсировано. То есть вот это вертикальное давление, распорное, и давление вот это, оно уже компенсировано тем, что он опирается на жесткую горизонтальную постель. То есть у него остается только, вот здесь он уже упертый, упертый вкладку, да, остается только вот этот угол поворота, да, то есть на распор. но он упертый тоже на два кирпича на 2 а этот кирпич упертый на на 3 на 3 ряда получается 1 2 3 то есть и нагрузки таким образом распределены то есть вертикальном плане да то есть на весь массив поэтому нет такого распорного давления в одну точку как ну обычно печники делают я вот видел там из параллельных кубиков собирают просто кирпичи перед по 45 до их так вот ставят тык 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 и в середину ромбик замок то есть но они спасаются чем что здесь у них лежит железка из нержавейки и просто на нее ставят через ватку и все то есть ну тоже короб да короб да короба сейчас можно ставить короба вокруг дерева сразу дверку с коробом ставят и на нее потом это просто перемычку сложили по-быстрому и все вроде бы красиво но не функционально то есть эти перемычки если убрать отсюда подпорку то есть при нагреве и расширении они сломаются в первые 5-6 топок то есть пара по какой сам большое дело в таком же функциональный в таком проеме метр десять вот именно звезда или звезда до от кленовая перемычка метр десять что такое кленовая перемычка эта часть арки это фрагмент дуги фрагмент дуги да вот если взять арку арку из нее вырезана параллельно вот эта плоскость фото аут agora но тут он вырезан фрагмент дуги взят в двух плоскостях от один срез параллельный а А вот это второй с разными углами, второй параллельный средств. Пойдемте, я вам покажу шаблон, как это размечается. Что это в сущности, в сущности это одноцентровая арка. Одноцентровая. Одноцентровая арка вертикальное давление на свод переносит в вертикальную же плоскость. Поэтому это абсолютно надежная конструкция. Ну вот храмовое строительство, все построено на одноцентровых арках. Потому что вертикальное давление, которое на нее оказывается, переносится в вертикальную же, в параллельную плоскость. Поэтому это абсолютно надежная конструкция. Пойдемте, покажу шаблон, как это размечается. Это под каждую так рисовать приходится? Да, все элементы, они здесь получаются разные. Все разные, но они зеркально-симметричны относительно оси парами. То есть два крайних, потом два следующих, два следующих. Они не могут быть одинаковые, потому что центр один. Центр один. И вот из него проводятся радиусы. То есть вот 45 градусов, вот 90 градусов угол. Вот этот, вот он, 90 градусов угол. Значит, и от него делим ширину проема, то есть пропорционально. Вот здесь уже закладываешь, как раз пяточный, да? Да, да, да. Вот пяточный кирпич вот здесь лежит. Это под пяточный первый, который опирается на постель на 3 сантиметра вот здесь. Значит, и вычисляем размеры. Делим примерно поровну на количество элементов. Значит, получается, допустим, вот здесь вот 36 сантиметров, да? 9 элементов по 4 сантиметра. То есть низ кирпича в среднем, чтобы они примерно одинаковые были, 4 сантиметра, да? Но, когда мы вот это дело разваливаем, да, то есть вот эта линия, вот эта линия, это не 65, да, а гораздо больше. Вот это получается, вот 80, да? Здесь надо мерить ширину кирпича, то есть максимально возможный размер 65, да? То есть это вот толщина кирпича, вот, то есть берем перпендикулярную линию, отмеряем 60, 60. И все, вот так же все кирпичи проверяем 65. Значит, максимальная толщина кирпича 65, мы можем, да, от угла срезать. Смотрим, попадаем мы в эти размеры или нет. Если не попадаем, то корректируем нижние размеры, корректируем, чтобы попасть толщиной кирпича, ну, в шов. Значит, здесь швы нарисованы толстым фломастером, то есть это швы именно такого размера, которые будут там. И они там такие есть, 2 миллиметра шов, то есть все перемычки кленовые собираем в 2-миллиметровый шов, 2 миллиметра. То есть вот толщина фломастера 2 миллиметра. То есть это уже со швами все размечено, причем размечено было не с первого раза, да, разметка довольно сложная. Значит, углы надо очень точно рисовать, ну, чтобы получить такую... А вот шаблон ты потом как, ты потом размеры снимаешься? А, вот кирпичик мы нарисовали шаблон, то есть абсолютно точно геометрически его вычертили. Значит, ставим сюда, вот у нас есть форма, которую нам надо выпилить, да, то есть ставим кирпичик. Вот он, да? Нет, перерисовываешь как? Перерисовываем полиэтилен или пластик тонкий, который вот кухонный. А, то есть вырезаешь шаблончик? Да, вот сюда фломастером раз, на кирпич нанесли, вот, ну, пластик сюда положили, фломастером осертили, чик-чик-чик-чик, положили, у нас получился шаблон. Положили на кирпич с этой стороны, положили на кирпич с этой стороны. Пару сразу получил? Да. А, нет, один. Один. Да, и также каждый перерисовываем, то есть на картонку и потом сюда переносим, то есть как бы шаблончики. Ну, если есть опыт, опыт, да, то есть эту процедуру можно отпустить вообще, то есть в принципе. И вот это вот, это учебный материал, то есть вот у нас есть, у меня партнер-помощник Дмитрий Петров, который с курсов, да, остался. То есть я ему показал, как это надо делать правильно. Я эту процедуру, вот эту вот, разметочную, я ее вообще выпускаю, я делаю это все там на месте. Сразу дощечку, кирпичи поставил, чик-чик, центр на кирпичике определил, там рулеткой лучик, лучик, второй, третий, четвертый, то есть все на месте. Кирпичи застроил, на кирпичах прямо полоской нарисовал, пришел, отпилил, сточил, поставил. То есть, но правильно делать вот так, то есть сначала делать шаблон, потому что здесь геометрически абсолютно точно есть приборы. контрольно-измерительные, да, то есть, которые можно углы точно отмерить. Это угольник Свенсона, это вот такой уровень, да, и еще такой приборчик, который называется Малка. Сейчас покажу. Вот такой приборчик, да, называется Малка. Значит, что мы делаем? Мы берем, значит, его ставим, да, вычисляем угол, фиксируем, фиксируем и переносим его на кирпич. Но здесь, опять же, должен прямой быть и угол, и угол. Где у нас прямая-то сторона, вот в этом-то, допустим, 90 градусов нет уже ни одной, ну, так скажем, базовой стороны, чтобы поставить. А 90 градусов один только вот здесь угол, вот здесь вот этот угол 90 градусов. Просто с разметки, допустим, если вот под этим прибором, так скажем, как можно с чистого кирпича начать? С чистого кирпича, значит, надо просто взять угол с шаблона, да, вот, вот, с шаблона угол, вот первый угол, да, то есть взяли, перенесли его на кирпич. Вот, ну, это другой, да, кирпич, значит, это вот этот кирпич. Перенесли на кирпич, нарисовали, то есть вот у нас есть одна линия, да, то есть опорная, есть вот он, этот угол. все прилегает прилегает вот точно отмерили загнули перенесли на кирпич да вот плоский угол 11 нарисовали но это другой это второй кирпич потом замерили другой угол на этот случай если шаблон не охота да 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 замерили другой угол тоже также зафиксировали все этот угол есть перенесли на кирпич вот эти углы параллельно одинаковые зеркально симметрично относительно оси да то есть вот этот угол и вот этот угол они будут одинаковые вот но мы шаблон же можем сразу два делать да вот да да с одного с одного они парные элементы эти этот и этот парные этот и этот парные все все парные зеркально симметрично относительно этого то есть потом когда точим два кирпича вот так складываем и в одну плоскость их ну то есть после подпилки на маятнике или на станке все равно остаются как бы неровности да здесь то есть точно не отпили что так насквозь все равно реста то что сюда то туда уходит вот потом берем два кирпича ставим и чашкой в одну плоскость чтобы они были в паре да вот вот рядом поставили кирпича вот они с одинаковой плоскостью один толще другой тоньше получился да да все все плоскости на край сдвинули о два кирпича поставили плоскость повернули 2 2 же кирпича сложили развернули эту сторону эту сторону что вот эти грани совпадали чик и здесь чик то есть ну все все сравняли вот у нас парочка получилось зеркально симметричных элементов пришли поставили два вытащили следующие два вот эти вытащили то есть вот размера сняли малкой да можно вот здесь вот транспортирующий хороший да то есть этого брать от линии допустим угол ставим 0 то есть и вот получаем ровно черту до 60 игрался допустим отмерили 65 градусов можно отсюда взять малкой также вот можно можно просто взять на кирпиче поугольнику отмерить 60 градусов те же самые ну проще делать вот когда все геометрически разметил на картоне допустим или на фанере да как вот роман авдеев делает и потом тон тонким пластиком или картонкой картонку поставил углы наколол чик чик ножницами вырезал у тебя получился шаблон все шаблоны у тебя есть кирпич шаблон сюда прикладываешь обрисовал и пошел пилить то есть по шаблону ну то есть можешь получается набег перевести лист но он типа рабочего стол на на чем ты будешь прорисовывать да и и он так но не используется вроде как многоразовым становится уже обманул потом до 5 новый шлифанул чистый все снова снова у тебя но если карт картонки то есть вот получилось что вот одна разметка это дмитрий тренировался раз и в размер не попали то есть вот эти были толще вот кирпичик вот видно нарисованы он больше больше чем 65 да все не попадаем значит это уже 3 ям то есть первоначальный первоначальный ну понятно что человек первый раз это дело я просто показал как задал алгоритм ну вот он начал то есть не получилось то есть со второго раза со второго раза получилось вот это мы тоже не получилось вот с третьего раза . получилось более-менее развитие пока различал можно было там это все на глаз напилить было бы то же самое даже опыт да вот ну это опыт многоценный на самом деле вот это правильная процедура с нее надо начинать работать то есть шаблона шаблона и все нормальные люди которые работают с точными геометрическими размерами они всегда делают шаблоны вот такие шаблоны то есть одеваешь одним буртиком на кирпич вот так вот вот буртик загнуты у него одеваешь вот у тебя угол есть всегда один и тот же постоянно у тебя элемент или ты здесь углы бывает 135 градусов ломаешь а бывает 127 градусов то есть в зависимости от геометрии то есть ну тут люфт есть чтобы перевязку соблюсти можно от 120 градусов то есть этот угол сделать до 135 то есть ну вот небольшой почему потому что если вот так вот чуть-чуть повернем у нас тогда на запах ну остается мало места мы сейчас посмотрим как это вкладки выделить то есть вот один шаблон шаблон это вот 45 углы резать да такие вот для колон за колонну он как которая колонны вогнутые да вот такие вот вот болванка режется вот этого кирпича болванка с этого кирпича сразу на станке чит а потом уже на плинтус ники на плинтус ники добираются то есть ну чтобы все одинаковые были но или вот эту всю чтобы не сносить всю толщину поэтому сначала на станке рез вот шаблон все одинаково до получают значит половинки которые надо вот размер вот этот шаблон с просечками да вот он значит это углы которые для перевязки идут значит откуда такие заводские почему нет взяли железку и сделали сами ну ну оцинковки удобно они не портятся вот одели углом кирпич вот сюда вот у нас есть черточка не видно кармане карандаш вот черточка вот и карандашом остро отточены рисуем рисуем здесь вот получили черту видно да получили черту это тот самый угол сейчас парилку пройдем тот самый угол и размер чтобы получить такие вот перевязки то есть чтобы перевязка вот на углу 135 градусов была максимально приближена к половинке не на четверть никак делают вот здесь вот шов посредине да там вот я многие видел песняки делают стыковой шов посередине он так идет он потом лопается вот этот шов расходится потому что здесь горячая зона вот с этой стороны горячая зона она нагревается кирпич расширяется а здесь холодная зона это расширилась и шов вот так вот расходится да и по всей высоте он раскалывается этот шов поэтому такие стыковые швы не только когда неизбежность то есть вот на плентусах допустим вот здесь когда собираешь это 111 я вот собрал из цельного элемента второе же только стыковой шов вот на углах вот такие стыковые швы лучше не допускать а здесь мы перевязываемся вот отсюда следующий кирпич у нас ляжет да вот сюда вот так вот да вот вот заходит то есть поэтому перевязка получается ну 12 почти 11 сантиметров почти в пол кирпича и шов вот этот никогда но он смотрится хоть не потрескается да и вот 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 линия когда по одному шаблону делаешь да вот смотрите единственное что этот получаешь получается спил до то что лицевую часть лицевую это неизбежность да но кирово-чипецкий кирпич он эти ошибки прощает потому что он ну равномерно зернести да и у него смысле цвет от внутренней части наружная часть это конечно блестит это блестит но при подкрыть при покрытии грунтом эта часть тоже будет также блестеть но единственное что зернышки то конечно поведнее ну это неизбежность берем колер берем морилку здесь выбор техник технически оставить но лучше здесь неизбежность была почему если бы этот угол сюда вынес вот вход у нас до заходишь и об угол бьешься печи а так вот я срезал нормальная зона прохода комфортно мягкие углы об которой никогда не он не ударишься не поцарапаешь ты еще даже если упарился там голова шатается бома в уголах ободрался ли обжегся тут то есть как бы ну зона комфортная зона прохода то есть мягонькие вы гладенькие можно даже их и закатать то есть ну зашли повар чем так поэты да вообще вот такая вот железочка там нашли под дочеку это валялся из-за днёрки из металла из него вырезали шаблонов сразу сюда на перевязки и я думаю что они вот шаблон вот шаблон еще один да это шаблон у нас вот сюда под соль под соль фигурный кирпич такой дивный да вот режется здесь будет соляная колонна стоять чтобы зрительно увеличить у нас разделка здесь 12 сантиметров всего противопожарка вставляется кирпичик до чтобы соль лужка 12 сантиметров а здесь у нас уже дым поэтому мы выбрали промежуточное положение вот я написал даже здесь чтобы не забывать 180 на соль то есть расширить зрительно проем чтобы кубик соляной ну зрительно оказался шире а внутри там будет свет то есть соль будет мерцать вся вся красиво будет светиться то есть и вот приходится придумали вот такую форму кирпича чтобы можно было в перевязку работать то есть и с этой стороны и с этой до стороны то есть они будут у нас вот так то есть вот они перевязываются один кубик так лежит другой вот тогда в целом угол совпадает точно такая же соляная колонна будет вот здесь вот здесь вот вот здесь лучше видосов он не будет такого яркого цвета давать прямого на антикнула тень пойдет здесь вот да вот это достаточно будет для света да но он просто никакой не за мерцать будет да вот под соль для чего вот этот фил косой сделан потому что вот здесь будет кабель-канал вот здесь стоять угловой и в него будет светодиодная ленточка вставлена она будет светить в этом направлении то есть под 45 градусов ленточка так будет вклеена она будет светить в этом направлении поэтому чтобы максимально зону лучевой радиации развернуть то есть кубик чтобы максимально был освещенный да поэтому вот этот угол тоже срезаем а это вот пас кубики 5 сантиметровые заказал сейчас они в пути через компанию печный мир нет нужного формата то что я проехал по магазинам по другим посмотрел там они без пропилов то есть а соль пилить это еще то удовольствие потому что она по микротрещинам колется берешь допустим 5 кубиков и чтобы посадить на ламель из профиля на то есть ставишь из профиля уголочек чтобы ну и сюда посадить надо сделать не и такой пропил если кубик трехсантиметровый то вот эти углы обязательно у него обязательно отколется по микротрещинам что на болгарке все равно диск бьет или на станке на станке мокрый вес не допускается для соли только сухой но и все болгарочные диски они все немножко убьют немножко шершавые и углы у соли она хрупкая очень скалывают чтобы это исключить я заказал уже с пропилами готовы то есть там произведена от браковка сразу да то есть когда упаковывается пропилили рот по периметру так чик-чик пропилы подломили есть и упаковали все целые кубики потому что когда берешь не пилину и начинаешь сам пилить но с 10 2 получается где-то отлетают в помойку и только за счет того что вот пропилы на ламелях ну и заказал колотой чтобы он был шершавенький чтобы игра света такая была интересная то есть 5 сантиметровые кубики вот сюда они встанут и зона освещения вот отсюда сюда будет максимально развернута то есть все 180 миллиметров соли будут освещены почему 180 если 200 сделать соль 10 на 10 на 20 же до 200 миллиметров если сделать 200 тогда тут остается от кирпича три сантиметра всего но на перевязку на запах но угловую то есть это маловато да мы выбрали промежуточный размер то есть 6 сантиметров оставили чтобы хотя бы вот так для приличия но здесь то 6 сантиметров а здесь все 12 запахиваются да то есть вот за счет вот этих вот углов именно по шаблону режем туда и туда один шаблон на два угла то есть они одинаковые получаются такие они вообще я думаю что универсальный дальнейшем в дальнейшем под накопил там пусть их 20 разных шаблон задача достала достал сделано видел никогда сильно шаблоны готовили тем более там такой серьезный сметан с металла почему вот все шаблоны которые были сделаны в груди на они все андрея люксенко он и к себе бережно а собрал говорит тебе надо игры мне нет вам что я говорю когда еще придется чуть такое подобное делать то есть придется я сделаю всегда шаблон вот всегда если надо много кирпичей пилить одного размера надо всегда делать шаблоны делаешь из картонки они быстро ну края у них разрыхляются и потом с линии сбиваешься самый оптимальный вариант это оцинковка оцинковка или вот металл 0 8 металл железо вот эмулированный болтик поддончики к это защита счет там валялись вот взяли то есть прибортик уже загнут и клево надел все как надо мне кажется даже родилась надо такие эти шаблоны а я делал смотри я делал с оцинковки просто уши отгибал ее сделать с углом шаблон но не не вы здесь выборку не делать а уже сам специалист на какой нужен да то есть он у него есть прямой угол он вставил и какой нужен уже собор под себя сделал по-хорошему это в кирпич должно быть наверно что ты мог как и тот угол сделать допустим отдельный шаблон да вот у нас лежит шаблон там вырезаны такой же на пол кирпича просто вот просто прямой рез пол кирпича значит отмерили вот этот кирпич с первого поддона который был длина кирпича 25 и 4 вот у этого кирпича длина 25 и 4 больше чем 25 значит рез посередине и потом две половинки у нас на коротком кирпичи в другом поддоне 24 7 длина кирпича сейчас который привезли позавчера 24 7 все а у нас эти все по 25 и 4 и получается пополам режешь вот новый кирпич и здесь шов получается сантиметр ну для нашей кладки вот в данном случае для нашей кладки сантиметровый шов или там даже 5 миллиметров да вот вертикальный шов александр снимите вертикальные швы решение какой 5 миллиметров это будет смерть для вот этой красоты да то здесь везде шов 2 миллиметра вертикальный шов 2 миллиметра 222222 везде 2 то есть два миллиметра и если допустим кирпич будет короче до 4 миллиметровый шов это будет позорить позорим будем вываливать да и чтобы сделать точную половинку теперь приходится вот тот который от этого шаблон сделали от этого кирпича от коротких кирпичей просто ставишь вот пилишь получается здесь 115 с этой стороны 125 то есть ну ну что делать продолжаем движение нас вперед то есть здесь у нас вот сформирована уже перекрыша перекрыша первого колпака шамотный контур установлена ванна это ложе для камней куриных да то есть она такой интересной конфигурации да сейчас я покажу ложе ложе для камней куриных это запатентованная конструкция значит сливается с чугуна из хромистого чеха чеха 16 то есть небольшое содержание хрома балочки для каменок делают из чеха 24 то есть высоко хромовый чугун да много содержания хрома здесь от 12 до 16 процентов содержание хрома значит ванна вот такая но сейчас они придумали еще делать от буртики такие да то есть варить это сами сами варили да то есть приварили буртики отдельно идут комплектом 4 пластинки воротник для того чтобы увеличить закладку камней потому что в саму ванну входит где-то 130 140 килограмм камней но если рассчитывать банные процедуры в среднем рекомендуют 20 килограмм закладки на одного человека процедуру это идет попариться на одного человека где-то 20 килограмм закладка камней должна быть то есть если вот банные печки которые железные продаются да ну 60 70 килограмм 80 камней входит да то есть ну вот на 4 человека попариться ну одно дело что они просто сами печки железно чугунные и воздух очень сильно нагревают то есть поэтому это спасает а если получать хороший качественный пар с камней с камней вот как в кирпичных печах то это в общем то оправданная вот это требование 20 килограмм на человека процедуру то есть ну то есть этого хватает чтобы 45 заходов сделать и камни при этом не залились не остыли то есть чтобы получать хороший качественный сухой полувлажный скажем так пар не стопроцентной влажности здесь здесь в этой конструкции значит будет что а вот очень интересная форма до ванны это курины придумали молодцы значит иван сергеевич и сергей иванович отец с сыном до придумали это ребро жесткости до которая позволяет удерживать вес камней а вот здесь такое углубление до такое большое значит очень функциональная штука для чего значит стопки идет перевал газов да то есть под низ вот сюда и вот эти камни внизу они прогреваются достаточно хорошо то есть потому что вот эта стенка вот зубовая она прогревается ну до желтого свечения здесь на конце факела значит что мы делаем чтобы получить высококачественный хороший пар мелкодисперсный мы сюда наливаем литр воды вот когда первый раз пришли печка горячая с воздух сушится да то есть никто не пользовался воздух сухой влажность ну 25-30 процентов то есть сухо дышать некомфортно вот наливаем сюда воды и закрываем закрываем дверку дверка будет стоять визуи вот такая это не реклама это просто для чего нужны эти двери здесь она будет утеплена будет стоять вата кауловская вот такая и из оцинковочки коробочка три сантиметра толщиной то есть дверка будет теплая вот такой толщины для того чтобы не вы стужать каменку чтобы камни догревались до большей температуры то есть вот дверку отсюда поставим что мы делаем открываем дверь берем литр воды и наливаем вот сюда вот сюда и быстро закрываем дверь дверка герметичная везу и дано с уплотнительным шнурком да вот шнурочек уплотнительный закрывается герметично и карабин у ней за счет эксцентрика подтягивается очень так ну плотно значит все закрыли и ждем три минуты вода там кипит выходит пар и фильтруется через камни которая здесь от горка наложена да ну и плюс тут у нас еще горячий воздух до от камней нагретый сухой оттуда пар вот вода кипит там внизу пар выходит фильтруется через камни и он нагревается догревается то есть пар образуется при температуре 100 градусов 100 градусов то есть точка кипения воды но 100 градусов это режим хамама это важный пар которым дышать ну очень невкусно да то есть ну вот и тяжелый сырой парк мы называем баня сырая тяжелая то есть для дыхания вот дверка закрыта и этот пар 100 градусный соприкасаясь с 400 градусными камнями с 500 градусными нагревается до температуры 200 250 градусов за три за четыре минуты то есть вот налили литр воды он выкипел за две минуты литр воды здесь выкипает за две минуты когда камень закрываешь дверь здесь кипит он давление здесь вот здесь или здесь или то есть вокруг эта пирамида сводом закроется да тут есть где распределиться то есть давление нету такого давления чтобы бах двери то есть он выкипает и спокойно там с воздухом который есть соединяется увлажняет этот воздух и нагревается до температуры вот этого воздуха который есть в каменке потом мы через две минуты или через три когда вода выкивал да это слышно то есть шипеть перестала подождали минутку открыли дверь пара нету его просто нету то есть абсолютно все прозрачный воздух и он отсюда волной выходит вот сюда и заполняет пространство влажность такого пара который вот здесь догретый с герметичной дверкой получается где-то 45 50 ну даже от около 60 процентов если долго не ждать там налил пол-литра допустим две минутки подождал открыл но влажность пара где-то 60 65 процентов оптимальное для дыхания то есть вот воздух и таким парам мы здесь в парилке парилка вот видите небольшая то есть буквально здесь литр воды хватит чтобы сделать влажность с 20 процентов в режиме подготовки бани до до 60 оптимально для дыхания баня рублено рублено из кедра поэтому запас влажности в стенах будет достаточный пока печка будет оттопиться три три с половиной часа там четыре да то есть пока здесь температура будут набираться стены будут отдавать влагу сюда то есть влажность будет поддерживаться на уровне 45 50 процентов чтобы оптимально для дыхания сделать как вот на улице да то есть ну средняя влажность сейчас летом или весной тому метеосводки смотрим до прогноз погоды влажность воздуха 75 процентов или 80 процентов да ну дождь идет влажность воздуха сто процентов да то есть там 90 процентов вот говорят погоду когда передает то есть это вот для дыхания оптимальный до вариант поэтому наливаем сюда воды выпариваем открываем и получаем пар температуры 200 градусов с влажностью 60 процентов оптимальный для дыхания дышится в такой бане абсолютно легко то есть комфортно хорошо вот когда метров печного печь строения на семинаре возили в бане в коммерческую 5 часов они там сидели по 15 по 20 минут я выгнать парилки не мог эдик кайгородцев эдик кайгородцев заходов 12 или 14 сделал до дмитрий потлачев непринужденно идешь париться дмитрий потлачев там говорит я ничего подобного в москве не встречал то есть ну такой тоже продвинутый инженер-конструктор то есть вообще климат удивительный то есть вот это позволяет как раз вот это вот приспособление куринская позволяет получить вот такой климат кроме того кроме того здесь я уже рассказывал да то есть воздух показывал эту щель да вот эту щель значит вот этот воздух вот щель это чистый нечистый воздух это воздух из парилки которые поступают вот здесь вот вот значит вот воздуховоды печка на шансах стоит да то есть воздуховоды берется спарильного отделения воздух от пола холодный остуженный нагревается в массиве печи между стенками топливника и дымохода вот в этом конвекторе да то есть конвективная рубашечка и будет наверху подаваться от угол через узел подмеса значит вот этот коробочка пустая между стенкой и наружной кирпичной кладкой это тоже воздуховод воздуховод большого сечения да значит воздух забирается снизу с комнаты отдыха снизу через щель через трехсантиметровую между бревном и кирпичом и вот этот воздух вот этот который с парилки будет выходить вот сюда в этот карман смешиваться со свежим воздухом с комнаты отдыха и под потолком отдаваться вот сюда в парилку то есть парилка будет обогащаться свежим чистым воздухом с этой стороны с этой стороны печи значит здесь забор воздуха только с комнаты отдыха только с комнаты отдыха чистый то есть такой же тепловой карман такой же тепловой карман как здесь на фасаде и плюс конвективная рубашка большая да то есть внутри печная чтобы снять тепло изнутри печи то есть из внутренней части между топливником и дымоходом поставлен вот такой тоже калорифер конвектор да то есть конвективная рубашка между топкой печи и дымоходом вот здесь 6 сантиметров В нее воздух заходит полностью с комнаты отдыха, с парилки, воздух берется только вот на эту щель и для топочного процесса, то есть в топку, подан воздух в топку по кольцевому каналу и через катализатор вот сюда в камеру дожига, под вот эту вот, где глубокая часть диоды выпаривать надо, то есть вот сюда конец факела подан через катализатор из топливника. То есть там сделано устройство такое, через которое газы перепускаются через щелевой, как форсунка, да, то есть и обогащается кислородом, который поступает вот отсюда, из парилки, то есть печь работает вентилятором вытяжным, когда топится, она исполняет функции вытяжного вентилятора, то есть удаляет воздух от пола, а замещается он нагретым теплым воздухом вот с этого, с этого колорифера, который под потолком выходит и заполняет парилку. Опускается вдоль стен, заходит под печку и удаляется в небо, то есть круговой воздухообмен. Воздух всегда будет в парилке чистый, когда топится печка, то есть абсолютно чистый, пригодный для дыхания, без всяких запахов, без избыточной влажности. Даже если мы много сюда наподдаем и влажность поднимется до 70%, то за счет подмеса с улицы и досушивания уличного воздуха, досушивания вот здесь, то есть за счет досушивания, влажность будет на уровне 60-50-60, ну 65% здесь поддерживаться на всем протяжении банной процедуры. То есть, ну вот, сейчас, значит, этап какой? Ну, перекрыли первый колпак, то есть печка колпаковая, мы там показывали, да, в прошлый раз, что это колпаки с рассечками, да, с параллельными сбросовыми каналами, то есть тут несколько каналов, то есть разделено пространство вот это, да, то есть из топки, газы ныряют вот сюда, там камера дожига организована после катализатора и распределяются симметрично, ну не симметрично на самом деле, маленько, вот это плечо покороче, это подлиннее, распределяются по массиву печи в колпаке, да, колпак с рассечками, то есть они там, есть переточные каналчики, они там проходят, вот сюда вот, вот, допустим, один из переточных каналов, вот, вот можно сделать. Это 3 сантиметра, чтобы наружная стенка хорошо грелась Вот выход из колпака, вот здесь, из нижнего Выход он туда, вот в подъемный канал 3 сантиметра вот эта щелочка То есть здесь потом вот так перекроется плотно То есть вот по этой щели горячие газы будут в подъемный канал туда подходить Чтобы ускорить, потому что сечение канала увеличено специально Чтобы газы сильно не стремились вверх и успевали отдавать свое тепло стенкам То есть чем меньше сечение канала, тем выше скорость движения газа в нем Здесь труба будет высокая, почти 8 метров И тяга, проектная тяга будет сумасшедшая на уровне 4 метров в секунду Мы заказали анимометр, он уже в пути, скоро придет И когда мы будем затоплять печку, мы будем мерить и тепловизором И еще и определять скорость движения газов в разных каналах с помощью анимометра Да, вот где канал будет выходить, мы прямо возле канала На выходе, да, из канала поставим анимометр и увидим скорость движения потока Сечение канала известно, то есть объем прокачиваемого воздуха мы можем посчитать Также анимометр поставим вот сюда на воздухозаборы на разные Тут их много, поэтому здесь скорость будет небольшая Померяем вот в этом канале и на выходе вот с этой конвективной рубашки Засолим вот здесь, вот здесь померяем движение, скорость движения воздуха Здесь и вот там, где под потолок будет выходить Также померяем скорость движения в поддувале и на трубе Чтобы определить, и у нас будет абсолютно, так сказать, проект на то, что Ну, как бы предварительные расчеты, да, которые были сделаны Примерно по школьнику, да, и по Бухарину-Соснину Бухаркин-Соснин, это водяные котлы и печи, да, то есть бытовые Значит, там вот алгоритмы расчетов теплотехнических для печей приведены Что у школьника, у Александра Евгеньевича, что у Харкина-Соснины Значит, вот по этим алгоритмам, то есть, как бы, ну, предварительные расчеты были сделаны Для вот этого помещения, для этой печи То есть, ожидается скорость на выходе в трубе 2 метра в секунду То есть, дымовых газов и температура уходящих газов где-то 110-140 градусов Вот в этом диапазоне Температура факела, который будет формировать топливник и греть вот эту каменку, да Проектная, 1100, 1100 градусов Это тоже же можно будет замерить, же можно Ну, пирометры все до 1000, самые крутые, до 1000 градусов 950, вот Бошевские самые дорогие, 950 градусов Часто, порой в комментариях пишут, откуда такие температуры берете То есть, ну, если есть возможность это доказать, это было бы тоже Да, если есть возможность заказать, пусть посмотрят таблицу свечения Шамотный кирпич, когда обжигают, температура обжига у него 1200 градусов, да То есть, он алого-светло-алого, полупрозрачный, светло-алого цвета Значит, здесь, здесь красное коление в топке, да То есть, даже когда вот все прогорело, я могу показать видео на разных печках То есть, шамотный топливник у нас в процессе протопки за 3 часа разогревается до почти желтого свечения Желтое свечение шамота 1170 градусов Можно цветовую таблицу посмотреть Рядом с чугуном по цветовой таблице То есть, вот желтое, ну, желто-красное, оранжевое свечение, оранжевое, ну, 1050-1100 градусов Но чтобы нагреть шамот до 1050 градусов, температура факела должна быть больше Потому что, если температура факела будет 1000 градусов, допустим, да За счет внутреннего сопротивления газового потока, который, ну, забирает на себя температуру За счет доокисления догорающих газов, они тоже на себя забирают температуру Мы кирпич нагреть можем только, вот, если факел 1000, допустим, да Кирпич можем нагреть только, ну, 900 градусов То есть, за счет вот этих потерь на внутренний, на газовый поток, на внутреннее сопротивление газовое, да И на теплообмен, то есть, как бы, на теплообмен Потом, когда, допустим, дельта-Т будет уменьшаться То есть, стартовая температура кирпича, допустим, 25 градусов, температура факела 300, да Постепенно топливник разогревается, температура в нем растет до 1000 градусов Подняли температуру факела, но кирпич при этом уже нагрелся до 400, допустим, градусов, да То есть, дельта-Т уменьшилась и скорость, интенсивность тепловосприятия кирпича тоже, соответственно, уменьшилась Пропорционально, вот, уменьшению дельта-Т И дальнейший теплообмен, он, чем меньше дельта-Т, да То есть, как бы, это параметр, который, разница температур между огнем и кирпичом, да Чем он меньше, тем хуже теплообмен, да То есть, получается, там теплообмена-то и нету Отнять понижающие коэффициенты, ввести за газовое сопротивление, да То есть, и на окислительные реакции И получим, что 1100 градусов факел на протяжении трех часов может разогреть кирпич Вот, если теоретически посчитать, до 950 градусов Но факел должен быть 1150 То есть, максимальная температура через три часа 950 градусов Все, дальше не будет ничего Мы можем дальше удерживать точно так же факел 1100 Но кирпич дальше уже не нагреется Никогда То есть, потом газы дымовые Раз кирпич разогретый, да Теплосъема нету Газы дымовые уже тепло им не отдают И они по газовому тракту идут без потери температуры Греют что-то дальше Да, греют дальше, если там есть теплосъем Но как только те стенки нагрелись Мы получили температуру уходящих газов возле задвижки 500 градусов, 450 То есть, ну, нецелесообразно Поэтому топить печку больше 3,5-4 часов Просто нецелесообразно Потому что в топке температура 1000 Кирпич, шамотное ядро Вот у нас, по моим наблюдениям В моих печах, вот в этих Значит, разогревается до 950, до 900 градусов Факел 1000, кирпич 900 Все, это предельные величины Когда идет процесс горения Все, дальше мы тепло снять не можем С факела, да Потому что кирпич его не воспринимает И мы его, по сути, тепло транслируем в небо Да, то есть, это бессмысленная трата дров Абсолютно бессмысленная Поэтому все должно быть как бы разумно И надо вот исходить из этих параметров Что мы можем получить Какое количество теплоты С какого количества дров Ну вот сейчас Сейчас Здесь уже уложено почти 7 тонн Вот 6,5 тонн кирпича Вот сейчас уже вот на этом уровне Здесь 4 поддона кирпича уже сложено Его не видно, да Но он есть Вот, разогреть 4 тонны кирпича Ну понадобится Можно посчитать Сколько килоджоулей там Мегоджоулей, да То есть, теплоты И посчитать Какое нужно количество дров Да, то есть Исходя из табличных данных Что береза, допустим Дает 10,5 тысяч джоулей с килограмма Да Можно посчитать Что, допустим Надо сжечь 35 килограмм дров Чтобы разогреть этот массив Ну вот Наружной стенки до 70 градусов Александр Анатольевич Все, пора прощаться Я, как всегда, рад Отличник Дады Ну пообщаться И я думаю, что дальше Мы еще приедем До окончания Ну до окончания Будет будет интересный момент Будет интересный момент Сейчас будем ломать карниз То есть сейчас От технической части Перейдем к художественной части И вот один декоративный элемент Уже показали Звезду, да Сделанную очень тщательно Да, в двухмиллиметровый шов Там дальше будет карниз Идти с интересным профилем И со светом Когда его сделаем Когда сделаем Вот над дверкой Карниз Первую часть С полкой Приедем Поснимаем И потом еще будет Наверху завершающий Карниз Тоже с контуром света То есть Здесь тоже будет свет Ну тоже Но это уже потом Это уже В следующий раз То есть Все этапы То есть заснимем Как что-то делается Сегодня Я думаю, что Еще Да, предлагаю Заглянуть в топочку Александр Загляните в топочку Она правда не мытая Но уже Уже там в принципе Все понятно Тут видно Маламайский Вот катализатор Катализатор Вот видно, да Щелевой катализатор Значит Задняя стенка Это двойное ребро В которое Подается воздух Воздух подается Через вот это Поддувало Вот это С парилки Поддувало И значит Под низом Там проходят Воздуховоды В кирпичи вырезанные Да Открываем задвижку Забираем воздух Из парилки Из-под печки Дашь шансов И он подается Вот сюда В кольцевой канал Вокруг топки Для дожига И для организации Горения То есть Для организации Горения Он проходит Вот здесь Вот здесь Вот здесь По бокам Топка щелевая И в катализатор Заходит через двойное ребро Обогащает То есть Вот эти микрофакела Которые туда будут Проходить Как форсунки То есть Для дожига Как раз Для прогрева Вот этой самой Глубокой части Ванны Чтобы она Грелась хорошо Ну вот До следующих встреч Рад был Встретить здесь Компанию Печной мир На своем Вот этом Логове Печника То есть Очень приятно Что меня не забывают Посещают Навещают То есть Всем спасибо За внимание Ну я думаю Дальше будет еще интересней Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok